Ученые утверждают, что Земля неумолимо движется к новому ледниковому периоду, возможно, гораздо более суровому, чем предыдущие. Но что, если космические часы, отмеряющие эти циклы, сломались, и виноваты в этом мы? Сегодня мы погрузимся в пугающие факты, раскрывающие тайну этих ритмов и ставящие под сомнение наше будущее, ведь расчеты показывают, что лед мог бы начать наступление уже скоро, а, возможно, этот процесс уже тайно запущен. Мы привыкли к стабильности климата, но это лишь короткий миг в драме земной истории. Наша планета постоянно переживает эпохи чудовищного холода и испепеляющей жары. Представьте, Земля скованная льдом толщиной в мили, океаны промерзли, суша превратилась в ледяную пустыню с температурой на экваторе ниже нуля по Фаренгейту. Так выглядела планета в период Криогения, около 750 миллионов лет назад, напоминая гигантский ледяной шар почти 100 миллионов лет. А потом лед отступал, сменяясь эпохами тропических лесов в Антарктиде. Эти гигантские климатические качели раскачивались задолго до человека. Последний ледниковый период, Валдайское оледенение, закончился всего 12 тысяч лет назад. Ледники толщиной в полторы-две мили покрывали полмира, уровень океана был на 400 футов ниже. Британия соединялась с Европой, Азия с Америкой. Климат был холоднее и суше, но жизнь процветала в тундростепях, где паслись шерстистые мамонты и носороги, бизоны и лошади. Наши предки охотились на них, выживая в этом суровом мире. Что же управляет этими грандиозными циклами? Почему Земля периодически замерзает? Ответ лежит в космосе, в едва заметном танце нашей планеты. Долгое время человечество не знало прошлого своей планеты. Господствовала теория медленного остывания Земли. Находки остатков теплолюбивых организмов на Севере лишь укрепляли эту веру. Но геология накапливала факты, не укладывавшиеся в эту картину. Гигантские валуны за тысячи миль от гор, борозды на скалах, перемешанные породы. Все это требовало объяснения. Объяснение пришло в 1837-м от швейцарца Луи Агасиса. Земля переживала периоды великих оледенений. Ледники, подобные альпийским, некогда покрывали огромные территории, двигались и отступали, оставляя следы. Идея ледника на месте Парижа казалась абсурдной, но факты были упрямы. Ключ к механизму циклов нашел сербский математик Милутин Миланкович в начале 20 века. Его стихией была небесная механика. В эпоху потрясений он посвятил жизнь вычислению мельчайших изменений орбиты Земли и наклону ее оси на сотни тысяч лет, делая все вручную, без компьютеров. Его теория циклы Миланковича утверждает, «Ледниковые периоды – это закономерный результат долгопериодических изменений в движении Земли. Наша планета совершает три, два заметных, но критически важных колебания. Они меняют количество солнечного света, достигающего разных широт в разное время, действуя как космический метроном глобальных похолоданий и потеплений». Миланкович рассчитал эти циклы, и его предсказания поразительно совпали с данными, полученными позже из ледяных кернов и морских отложений. Его работа дала нам инструмент для понимания прошлого и прогнозирования будущего климата. Давайте рассмотрим первые два небесных ритма Миланковича. Орбита нашей планеты – не идеальный круг. Она медленно меняет форму на протяжении примерно 100 тысяч лет, колеблясь между почти круговой и слегка вытянутой эллиптической. Это изменение называется эксцентриситетом. Когда орбита более вытянута, Земля в какие-то моменты оказывается дальше от Солнца. Меняется интенсивность сезонов. Если самая дальняя точка орбиты, Офелии, приходится на лето в северном полушарии, оно становится прохладнее. Такое лето не способно растопить весь снег, выпавший за зиму в высоких широтах. Снег накапливается, превращается в лед, формируя ледниковые щиты. Этот 100 тысячелетний цикл хорошо совпадает с ритмом крупных оледенений последнего миллиона лет. Второй фактор – это наклон земной оси. Ось вращения планеты наклонена к плоскости орбиты, сейчас примерно на 23,5 градуса. Этот наклон дарит нам смену времен года. Но он тоже колеблется на протяжении циклов 41 тысячу лет, примерно от 22 до 24,5 градусов. Чем больше угол наклона, тем контрастнее сезоны. Лето жарче, зима холоднее. Жаркое лето способствует таянию льдов. Когда же угол наклона уменьшается, сезонные различия сглаживаются. Лето становится прохладнее, зима мягче. Это вновь создает условия для накопления льда. Прохладное лето не дает снегу растаять. Миланкович считал этот цикл решающим, хотя сейчас доминирующим кажется 100 тысячелетний цикл эксцентриситета. Тем не менее, влияние наклона оси неоспоримо. Эти два небесных движения, эксцентриситет и наклон оси создают сложную мелодию земного климата, определяя эпохи льда и тепла. Третий цикл Миланковича — это прицессия, медленное колебание земной оси, похожее на покачивание волчка. Ось не просто наклонена, но и сама медленно описывает конус в пространстве. Полный оборот этого конуса занимает примерно 26 тысяч лет. Как это влияет на нас? Прицессия меняет ориентацию оси относительно точек орбиты, перигелия, ближайшей к Солнцу, и Офелия, самый дальний. Сейчас лето в северном полушарии приходится на Офелий, а зима на перигелий. Это немного смягчает наши сезоны, но через 13 тысяч лет ситуация изменится. Лето будет в перигелии, а зима в Офелии. Сезонные контрасты резко усилятся. В сочетании с медленным поворотом самой эллиптической орбиты Земли полный цикл совпадения сезона с определенной точкой орбиты занимает в среднем около 23 тысяч лет. Как это связано со льдом? Когда прицессия делает лето в северном полушарии прохладным, например, оно приходится на Офелий, снег хуже тает. Если это совпадает с малым наклоном оси, лед накапливается, ледники растут. Когда прицессия делает лето жарким, она способствует таянию льдов и наступлению межледниковья. Прицессия действует как тонкий настройщик климата. Она перераспределяет тепло по сезонам и полушариям, усиливая или ослабляя условия для роста ледников. Этот медленный танец земной оси завершает картину небесных влияний на ледяные эпохи нашей планеты. Полный оборот этого конуса занимает примерно 26 тысяч лет. Теорию Миланковича подтвердили немые свидетели прошлого. Ледяные керны и донные осадки. Ученые научились читать климатическую летопись, зашифрованную в этих архивах. В ледяных кернах, извлеченных с глубины в миле, каждый слой хранит информацию о температуре и составе атмосферы прошлого. Анализ донных осадков, особенно раковин микроорганизмов, также позволил реконструировать температуру и объем льда. Когда ученые сравнили эти данные с расчетами Миланковича, совпадение оказалось поразительным. Климатические колебания четко следовали ритмам эксцентриситета, наклона оси и прецессии. Теория стала фактом. Перенесемся на 20 тысяч лет назад, в разгар последнего ледникового периода. Ледяные щиты толщиной до 1,5-2 миль покрывали Северную Америку и Евразию. Уровень океана упал почти на 400 футов, обнажив сухопутные мосты, например, между Азией и Америкой. Климат был значительно холоднее и суше. Но жизнь процветала в Тундра-Степи, огромном океане трав от Европы до Аляски. Там паслись шерстистые мамонты, носороги, степные бизоны, дикие лошади. На них охотились пещерные львы и наши предки. Этот мир был рожден и уничтожен великими циклами Миланковича. Циклы Миланковича задают ритм, но сам ледниковый период запускается земными факторами и обратными связями, усиливающими слабый сигнал из космоса. Главный усилитель — это эффект альбедо. Снег и лед отражают больше солнечного света, чем темная поверхность. Когда из-за прохладного лета снег накапливается, площадь белой поверхности растет, больше света отражается, меньше тепла поглощается, что ведет к дальнейшему похолоданию и еще большему накоплению льда. Это самоподдерживающийся процесс. Второй игрок — это парниковые газы, в первую очередь углекислый газ. Их концентрация меняется, снижение их количества ослабляет парниковый эффект и планета остывает. Уменьшение углекислого газа было характерно для всех прошлых ледниковых периодов. Третий механизм связан с океанскими течениями. Глобальный конвейер переносит тепло от экватора к полюсам. Ключевой элемент — омодс чувствителен к солености воды. Таяние ледников и приток пресной воды могут нарушить или остановить циркуляцию, вызывая резкое региональное похолодание, как во время младшего Дриаса. Наконец, возможны катастрофические триггеры. Мощные извержения вулканов могут заблокировать солнечный свет. Падения крупных астероидов теоретически могли бы вызвать цунами, выбросы пыли и изменить химию океана, подталкивая климат к замерзанию. Начало ледникового периода — это сложный процесс, где орбитальные циклы создают предпосылки, а земные механизмы их реализуют. Если взглянуть на Землю в масштабе геологического времени, мы увидим, что прямо сейчас, следуя ритмам Миланковича, она должна готовиться к похолоданию. Космический дирижер уже подает сигналы. Два ключевых фактора указывают на это. Во-первых, наклон земной оси. Он уменьшается, пройдя максимум около 10 тысяч лет назад и движется к минимуму, который будет достигнут примерно через 10 тысяч лет. Уменьшение наклона сглаживает сезон и делая лето в высоких широтах прохладнее. А прохладное лето — это главный союзник льда, мешающий таянию зимнего снега. Естественный ход вещей должен был бы уже запустить медленное накопление льда. Во-вторых, и это вызывает особую тревогу, наблюдается замедление атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — АМОЦ. Эта система океанских течений, подобно гигантской тепловой помпе, переносит тепло из тропиков на север, смягчая климат Европы и Северной Америки. Исследования показывают, что АМОЦ ослабевает, возможно, из-за притока пресной воды от тающих ледников Гренландии. АМОЦ приближается к точке коллапса. Если это произойдет, температура в Северной Атлантике может резко упасть на многие градусы по Фаренгейту за десятилетия, погружая регион в условия малого ледникового периода. Итак, естественные циклы и состояние океана сигнализируют, время тепла подходит к концу. Но происходит нечто странное, нарушающее этот древний порядок. Впервые в истории Земли в ее климатические механизмы вмешалась внешняя сила мысами. Сжигая ископаемое топливо с промышленной революции, мы выбросили в атмосферу триллионы тонн углекислого газа, нажав на педаль газоклиматической системы. Цифры говорят сами за себя. Концентрация углекислого газа сейчас около 420 частей на миллион. Это самый высокий уровень за миллионы лет. Во время последнего ледникового максимума было лишь 180 частей на миллион. Даже в теплые межледниковья прошлого она не превышала 300. Мы создали новую атмосферную реальность. Как это ломает циклы? Ледниковые периоды начинаются, когда орбитальные факторы делают лето прохладным. Но сейчас атмосфера перенасыщена парниковыми газами, удерживающими тепло, как толстое одеяло. Даже когда циклы Миланковича говорят планете остывать, лето остается слишком теплым. Снег тает, лед не накапливается. Мы фактически отключили природный термостат. К чему это ведет? Исследования показывают, мы, вероятно, уже отложили следующий ледниковый период на десятки тысяч лет, а возможно и навсегда. Да, кажется, хорошо. Но проблема в том, что мы грубо сломали естественный цикл, не зная последствий, откладываем ли мы холод или создаем условия для неконтролируемого перегрева и климатического хаоса. Мы играем с силами, которые едва начали понимать. Что, если наше вмешательство не просто отложило, а навсегда сломало механизм ледниковых циклов? Что, если мы перевели планету в новое состояние, из которого нет возврата к привычным ритмам? Это не просто предположение, а вывод, к которому склоняются ученые. Мы изменили фундаментальные параметры климатической системы. Взгляните на ледяные шапки Гренландии и Антарктиды, реликты прошлых оледенений, стабилизирующие климат. Раньше они оставались стабильными, готовы расти вновь. Сейчас они разрушаются с катастрофической скоростью, теряя сотни миллиардов тонн льда ежегодно. Наука говорит о точках невозврата. Если глобальная температура поднимется выше определенного порога, возможно, всего на 2,5 или 3,5 градуса по Фаренгейту, выше до индустриального уровня, таяние ледяных щитов станет необратимым. Оно будет продолжаться веками до их полного исчезновения. А это означает подъем уровня мирового океана на десятки футов. Полное таяние Гренландии добавит около 23 футов. Западной Антарктиды еще 10-13. Прибрежные города и целые государства уйдут под воду. Это реальная перспектива. Более того, это может перевести Землю в состояние парниковой планеты, Hot House Earth, мир без льда на полюсах, с гораздо более высоким уровнем моря и иным, возможно, враждебным нам климатом. Отменяя ледниковый период, мы рискуем получить не вечное лето, а погрузить планету в чуждую геологическую эпоху. Если циклы Миланковича больше не управляют климатом, что придет им на смену? Вместо плавных переходов между льдом и теплом мы рискуем получить мир климатической лихорадки, резких, хаотичных и экстремальных колебаний. Нарушение энергетического баланса, таяние льдов, ослабление океанских течений создают условия для непредсказуемых сдвигов. Модели показывают будущее не стабильного потепления, а череды разрушительных экстремальных явлений. Это могут быть мегазасухи, превращающие плодородные земли в пустыни, суперштормы невиданной силы, подпитываемые перегретым океаном, аномальные волны жары, при которых человеческий организм не выживает без охлаждения, жара, выжигающего урожая. Но хаос означает не только жару. Нарушение циркуляции атмосферы и океана может приводить и к внезапным глубоким похолоданиям в отдельных регионах. Резкие вторжения арктического воздуха, аномальные снегопады, губительные заморозки, климат становится нервным, непредсказуемым. Раньше ледниковые периоды были регулятором, теперь он сломан. Мы выпустили климатического джинна из бутылки. Мы вступаем в эру климатического хаоса, порожденного нами. Выживание потребует совершенно иного уровня адаптации. Что если глобальное потепление способно спровоцировать возврат холода, но не медленный, а резкий и катастрофический? Это парадокс, но он всерьез рассматривается учеными. Главный подозреваемый снова АМОЦ – атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция. Ее ослабление и затаяние ледников может привести к полному коллапсу, возможно, уже в этом веке. Если это произойдет, северное полушарие ждет эффект выключенного отопления. Температуры в Северной Европе и на Востоке Северной Америки могут упасть на десятки градусов по Фаренгейту за несколько лет. Зимы станут невероятно суровыми, лето коротким и прохладным. Это не полноценный ледниковый период, но резкое региональное похолодание на столетие. Представьте Лондон или Нью-Йорк в климате Сибири. Сельское хозяйство рухнет. Потребность в энергии для отопления возрастет многократно. Транспортные пути могут быть скованы льдом. Это сценарий в духе фильма «Послезавтра» или игры «Фростпанк» с массовыми миграциями и социальными потрясениями. Такое резкое похолодание, вызванное нарушением системы из-за потепления, отличается от естественных циклов. Оно непредсказуемо и бьет по самым развитым районам. Призрак холода может вернуться как внезапный захватчик, порожденный нашим безрассудством. Осознание непредсказуемости климата ставит перед человечеством серьезнейший вызов. Обладаем ли мы знаниями, технологиями, ресурсами и волей, чтобы подготовиться и адаптироваться? С одной стороны, у нас есть технологии. Энергоэффективные здания, устойчивые к климату сорта растений, опреснение воды, возобновляемая энергия. Теоретически, мы могли бы создать защищенные агрокомплексы, построить дамбы, разработать системы раннего предупреждения. Обсуждается даже геоинженерия, хотя ее риски не ясны. С другой стороны, проблемы колоссальны. Масштаб задачи огромен. Требуются триллионы долларов и перестройка инфраструктуры. Необходимо беспрецедентное международное сотрудничество, которого пока нет. Политические разногласия и неравенство мешают. Существует огромная инерция как климатических систем, так и наших социальных структур. Даже при прекращении выбросов потепление будет продолжаться десятилетиями. Наши предки пережили ледниковый период благодаря изобретательности и мобильности. Мы же создали сложную, но хрупкую глобальную цивилизацию, зависящую от стабильности. Наша сила одновременно и наша уязвимость. Сможем ли мы проявить мудрость предков? Окно возможностей для подготовки закрывается. Мы прошли путь сквозь ледяные эпохи и космические ритмы. Мы увидели танец Земли, управляемый циклами Миланковича, формировавший лик планеты. Мы заглянули в мир мамонтов и поняли механизмы оледенений. И мы столкнулись с реальностью. Наш вид обрел силу ломать эти древние циклы. Где же мы сейчас? Остаемся ли мы под властный ходу космических часов, которые рано или поздно пробьют час холода? Или мы необратимо изменили правила, создав новую хаотичную климатическую реальность? Окончательного ответа нет. Мы видим сигналы естественного похолодания и замедления океанского конвейера. Но одновременно видим и беспрецедентный уровень парниковых газов, удерживающий тепло, и тающие ледники, грозящие подъемом уровня моря. Какая сила перевесит? Возьмет ли природа свое, погрузив нас в новый ледниковый цикл? Или мы прошли точку невозврата к перегретой парниковой планете? А может, нас ждет путь нестабильности, где экстремальные колебания станут нормой? Впервые вид обладает знаниями, чтобы понять глобальные циклы, и силой, чтобы их нарушить. Будущее не предопределено. Оно зависит от нашего выбора в ближайшие десятилетия. Судьба цивилизации решается сейчас. Хватит ли нам мудрости и воли сделать правильный выбор? Ответ скрыт за горизонтом.